Всем привет дорогие друзья, вы смотрите видео на канале Геймплейна, с вами я Юрий Аксёнов. Как и обещал, я подготовил для вас полный обзор игры Shadow Fight 3, пресс-доступ которой я получил вчера. Официальный закрытый бета-тест начнётся 27 апреля, и все те, кто подавал заявки, ну или часть этих людей, получат доступ к ней. В данный момент в игре представлена только первая глава, пройти которую можно за 3-4 часа. Я её успешно прошёл и, следовательно, могу рассказать вам обо всех особенностях Shadow Fight 3. Сюжет игры связан со второй частью, якобы после того, как Титан был повержен, теневая энергия осталась в игровом мире. В ходе повествования нам будет рассказываться о взаимодействии трёх различных фракций, каждая из которых имеет свой собственный взгляд на теневую энергию и её применение. Собственно, первая глава, которую я прошёл, знакомит нас с Легионом. Затем, следуя логике, нам предстоит встреча и с двумя другими фракциями. После всего этого, по задумке разработчиков, нам предстоит выбрать один из трёх путей и присоединиться к одной из фракций, чья идеология будет вам ближе. Многие вчера в комментариях бомбили, что якобы из-за новой графики эту игру уже нельзя называть бой с тенью, но тут я могу поспорить. Разработчики, на мой взгляд, наоборот, вывели свою игру на абсолютно новый уровень. Теперь игровой мир не просто вышел из тени, а игроки получили право уходить в тень и использовать там особо мощные удары. Графика в игре смотрится просто великолепно, а таким плавным анимациям может позавидовать огромное количество особенно мобильных игр. Казалось бы, что это файтинг и особого разнообразия игровых режимов здесь не может быть. Однако разработчикам удалось придумать различные типы боёв, которые не только бросают вам вызов, но и открывают новые стороны игрового процесса. Лично мне больше всего запомнились следующие режимы. Бой с гаснущим светом, где на время экран будет темнеть, и следовательно противник будет исчезать из вида. Бой с невидимым противником, бой с постоянно уменьшающимся здоровьем, бой, где вам нельзя будет пропустить ни одного удара, или нужно будет продержаться в течение отведённого промежутка времени. Говоря об экипировке, то здесь вас ждёт возможность замены и апгрейда шлемов, доспехов и оружия. Система улучшения здесь можно так сказать карточная, то есть каждый элемент амуниции представляет из себя карточку. И если вам после боя выпадет ещё один такой предмет, или же вы его купите, то он не дублируется, а просто улучшается. Также каждый предмет вы можете апнуть с помощью добавления карточек умений, которые выполняют здесь, если можно так сказать, функцию рун. Установка карточек умений позволит вам получать дополнительные бонусы, а также окажет влияние на тактику боя. Оружие в игре представлено достаточно разнообразно. Это одноручные, двуручные мечи, молоты, копья, топоры, нунчаки и многое другое. Многие, увидев вчера игровой процесс, спрашивали, неужели из игры были убраны сюрикены и маги? И я готов дать ответ. Нет, всё это на месте, просто станет доступным потом. В меню оружия, собственно, можно увидеть эти две залочные позиции. Кстати, говоря об оружии, шлеме и доспехах, стоит отметить, что каждая из них имеет специальный значок умения, который отражает, какие спецприёмы вы сможете применять в теневом режиме. И поэтому при выборе на это тоже необходимо обращать внимание. В данный момент элементов, связанных с донатом, за исключением кристальной валюты, нет. За кристаллы можно покупать некоторые виды оружия, а также наборы карточек, которые, к слову, продаются и за золото. Будет ли добавлено на момент официального запуска энергии или нет, я не знаю. Как говорится, поживём-увидим. В целом, игра вызвала у меня исключительно положительное впечатление. Я продолжу следить за развитием проекта, и в случае чего сообщать вам о самых интересных новостях и обновлениях данной игры. У Shadow Fight 3, на мой взгляд, есть огромный потенциал стать самым лучшим мобильным файтингом. А на этом пока всё. Всем большое спасибо за внимание, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч.